Селявное. Село в Лискинском районе Воронежской области. Административный центр селявинского сельского поселения. Село находится на правом берегу реки Дон, 12 километрах к западу от города Лиски. Имеется два свидетельства о времени его возникновения. Историк Воронежского края Ефимий Алексеевич Болховитинов считал, что Селявное населено монастырскими крестьянами еще до основания Острогожска, то есть раньше 1652 года. В книге «Россия», том 2, изданной в 1902 году, говорится, в двух верстах от Девногорской платформы железный путь проходит мимо села Селявного на Дону, имеющего до тысячи жителей и основанного еще в 1673 году боярским сыном Шуваевым. Эти два свидетельства не исключают одно другое. Девногорский монастырь основан около 1640 года украинскими малороссиянами. Введение монастыря была незначительная часть зависимых крестьянских семей украинского происхождения, которое положило начало селу Селявному. Видимо, в одно время с основанием монастыря, то есть около 1640 года. Это был маленький поселок, но затем в 1673 году он увеличился за счет поселенных здесь, Шуваевым, новых семей, которые, конечно, были служилыми людьми. То, что население составилось из потомков монастырских крестьян и служилого людо, видно из данных ревистской сказки за 1835 год. В этом документе население Селявного определено так – экономические малороссияне и войсковые жители. Экономическими называли бывших монастырских крестьян, отобранных царским правительством у монастырей в 1764 году. А из определения «войсковые жители» уже видно, что это потомки служилых людей. Название села произошло от слова «селява» – мелкая пресноводная рыбка. На Дону были затоны, где ловили такую рыбку. Их называли «селявными затонами». По переписи 1900 года в «селявном» первом насчитывалось 293 двора. 1766 жителей, 5041 десятина земельных угодий, церковь, одно общественное здание, одна церковно-приходская школа, 13 ветряков. Село оврагами делится на три части – яр, слобода и ключка. Первоначально переселенцы селились по Яру. Это часть селявного и сейчас так называется. Жители занимались охотой и рыбной ловлей. В 1715 году насчитывалось 100 хат, а жителей – до 400 душ. На территории села Селявное люди жили еще в каменном веке. Поселение на месте села существовало и позже, в первое тысячелетие до нашей эры и в первое тысячелетие нашей эры. Почти сто лет селяне томились под тяжелым бременем оброка. Платили и другие денежные налоги, подушную подать, различные сборы на местные, земские, мирские нужды. Агротехника была на низком уровне, в результате чего урожаи получались низкие. Царское правительство беспощадно обирало селян. Сельское хозяйство было отсталым, население сплошь неграмотным. В 1886 году началось строительство новой каменной церкви. И в 1893 году храм был освящен. На рубеже XIX-XX веков в штате церкви числился священник Григорий Иванович Красовский. Обязанности псаломщика исполнял Николай Петрович Родионов. Дворов в приходе в это время насчитывалось 206, и в них проживало 1746 человек. Во время Великой Отечественной войны храм был сильно разрушен. В советское время там была фабрика игрушек. В настоящее время ведется восстановление. Церковь Николая Чудотворца, согласно постановлениям администрации Воронежской области, является объектом исторического и культурного наследия областного значения. В 1904 году вспыхнула русско-японская война. Из села ушло на войну 15 человек. Семьи остались без кормильцев. Не вернулся с войны ни один человек. Люди снимались целыми семьями и уходили искать лучшие доли. Тяжелым бременем легла на плечи наших земляков мировая империалистическая война 1914-1918 годов. На войну ушли все трудоспособные мужчины. Многие не вернулись совсем, многие побывали в плену, многие вернулись инвалидами. В 1926 году в Селявном 12 семей решили образовать товарищескую артель по добыче мела. Организатором артели явился Ф.М. Котов. Он же и стал ее первым заведующим. Никакой техники не было, мел вывозили на тачках, карьер очищали лошадьми. С 1957 года артель стала Крупенниковским малоизвестковым заводом. Завод же уже был оснащен техникой. В 1929 году образуется Лискинский район, и Селявная входит в его состав. Начинается агитационная работа по коллективизации селян. Коммунисты и комсомольцы должны были вступать в колхоз первыми. В 1930 году был создан колхоз «Новая жизнь». Председателем был избран Е.Р. Лютиков, присланный райкомом. В период Великой Отечественной войны июль 1942 года по январь 1943 года Селявная была оккупирована гитлеровскими войсками. Жители пострадали от оккупантов. 5 июля 1942 года передовые части фашистских войск вступили в пределы правобережной зоны Лискинского района. В оккупации оказались села и хутора Колыбельского, Щучинского, Ковалевского, Селявинского сельских советов. 12 июля 1942 года немцы пришли в село Селявное. В Девногории, Селявном, Вязниках оборону держал 36-й пехотный полк. В течение пяти месяцев противник создавал и совершенствовал свои оборонительные сооружения. Их передний край проходил по правому берегу Дона, который на сотню метров возвышался над левым. Это позволяло противнику просматривать расположение наших войск на большую глубину и создать систему фланкирующего огня вдоль русла реки и на скатах крутого берега. На переднем крае вражеское командование сосредоточило основную часть огневых точек, укрытых в мощные дзоты и траншеи, интервалы между которыми не превышали 75-100 метров. Весь передний край в три ряда был опутан колючей проволокой. Захватив правобережье Дона, фашисты занялись грабежами населения, не успевшего эвакуироваться. У людей изымались ценные вещи, продукты питания, скот. Жители выгоняли из своих домов землянки и сараи. Каждому селянину предписывалось носить нарукавную повестку с его личным номером. За утерян номер грозил расстрел. Все жители, начиная с 11-летнего возраста, обязаны были работать с 6 утра до наступления темноты, не получая при этом никакой оплаты. Опоздавших на работу били плетью 25 раз, за вторичное опоздание наказание увеличивалось вдвое, а за невыход на работу – расстрел. Каждая семья облагалась жесткими податями. Все надоенное молоко сдавалось в комендатуру, обязательная сдача яиц устанавливалась вне зависимости от того, были в хозяйстве куры или нет. По всем оккупированным селам было распространено воззвание командования, в котором в категорической форме запрещалось хождение из одной деревни в другую и появление на улице с 21 часа до 4 утра. Нарушение этого положения коралось смертной казнью, и эту угрозу фашисты осуществляли с неумолимой жестокостью. 27 человек было угнано в Германию. Из воспоминаний Рыбченко Просковья Алексеевны. Мне было 17 лет, когда вместе с другой молодежью села нас повезли в Германию. Везли через Польшу, там был сортировочный пункт, где проверяли, нет ли каких болезней. У меня обнаружили фурункулы и поставили на лбу печать, на сожжение. Пока проверяли остальных, две моих подруги стерли печать и меня вместе с отобранным пленными отправили в Германию, в штрафлагерь Кубфюргюте, город Дойсбург. Кормили плохо, сушеная редька с червями, плюс 200 грамм черного хлеба. Кто не брезговал, ел, выжил. А кто брезговал, умер от голода. Работали с 6 до 21 часа. Из воспоминаний Немыч Анны Гавриловны. Я родилась в селе Лиски Лискинского района. Закончила Залужинскую среднюю школу номер 18. Затем переехала жить в село Селявное. В июле 1942 года немцы выгнали жителей из села. Я вместе с другими односельчанами попала в село Завальское, Белгородской области Буденовского района. В ноябре немцы включили меня в список лиц, подлежащих отправке в Германию. Везли в товарных вагонах трое суток без еды и воды до города Дуйсбурга на Рейне. Работала на химическом заводе вместе с другими девушками из Польши и Франции. Многие, кроме русских, получали посылки из дома. Кормили очень плохо. На завтрак 100-150 граммов хлеба, обед баланда, вода с картофелем или брюквой, ужин, кофе из ячменя 45 граммов или сушеная брюква. В 1945 году американцы освободили пленных. Всех их повезли из лагерей на машинах до города Марбурга, потом до Дрездена. Всего побывало в пяти пунктах пересортировки. В городе Львове выписали литер на 18 человек до города Воронежа. Из города Львова до станции Лиски ехали 23 дня. На родину вернулась 23 сентября 1945 года. Из книги маршала Советского Союза Василевского «Дело моей жизни». Мы с командованием Воронежского фронта по приказу Ставки приступили к подготовке наступательной операции с целью окружения разгрома войск врага в районе Острахорска и Россоши. Вместе с командованием фронта мы разработали план Острахорско-Россошанской операции, который был утвержден Ставкой. Исходная линия наступления – река Дон. Наступление намечалось с двух плацдармов – 1-го Сторожевского и Щучинского. 13-го и 14-го января началось наступление частей Воронежского фронта. 18-й отдельный стрелковый корпус, действуя с Щучинского плацдарма, после двух часов артподготовки, перешел в наступление. Против корпуса действовали 4 венгерских дивизий, один немецкий корпус. 16 января 1943 года 100-я стрелковая дивизия в составе 129-й стрелковой бригады, наступающей в направлении Острогорска, освободилась Селявная и Девногория. Советские войска освободили нас, и мы вернулись в свои родные места. Из воспоминаний Шинкарева Николая Нефодьевича. Нас, мадьяры, отправили в Острогорск, где мы работали на кирпичном заводе. Как только нас освободили, мы сразу вернулись домой. Дома ни окон, ни дверей, все выжгли. Выживали как могли. Зима была ужасной, снег, мороз. Деревянные ящики из-под снарядов люди расточили на дрова. Венгры повзрывали железную дорогу от Откоса до Острогорска. У мадьяр огневые точки вдоль железной дороги строили евреи с Болгарией вместе с нашими мужиками. К нашим относились терпимо, а к ним никакого снизу. К концу февраля все жители села возвратились домой. Хутор Вязники был сожжен полностью. Пришлось хуторянам жить в селе, да и сами односельчане жили по несколько семей в одной хате. В 1965 году останки воинов перенесли на новое место, в центр площади села и поставили памятник. Он был поставлен на средства жителей села. С 1963 года колхоз стал именоваться Девногорским. В настоящее время в селе Селявное Первое работает Девногорская средняя общеобразовательная школа, Селявинский фельдшерско-акушерский пункт. Также есть Селявинский сельский клуб. Завод АО «Эльдака» предприятие по добыче и производству извести имело.